Я с детства ходил в лес, собирал грибы, ходил с мамой, ну, понравилось мне, вот, и решил связать свою судьбу с лесом, так сказать. Родился я здесь, в Иваново, после окончания школы я решил связать свою жизнь с лесным хозяйством. И в 2004 году поступил на заводичное отделение Белорусский государственный технологический университет по специальности лесного хозяйства. С 2004 года я тружусь в Ивановском лесничестве. Работал обрубщиком сучьев, лесорубом, трудился лесником. А с 2009 года и по настоящее время я тружусь мастером леса в Ивановском лесничестве. В сентябре моему стажу работы, так сказать, исполнилось 18 лет, совершеннолетие работы. Вот, так как я тружусь мастером леса, мое непосредственно рабочее место находится не в конторе, а в лесу, куда мы с вами сейчас и отправимся. Вот сейчас мы находимся в моем непосредственном месте работы, в лесу. Но это еще необыкновенный лес, это так называемый Ленинский лес. Создавался этот лес в 60-х годах прошлого столетия и был приурочен к 50-летию Октябрьской революции и к 100-летию со дня рождения вождя этой революции Владимира Ильича Ленина. Создавались эти культуры тогдашним лесничим подороженским Василием Степановичем. Площадь всего этого участка около 26 гектар. И на этом участке рядами березы высажено слово Ленин. С высоты птичьего полета эти березы образуют надпись Ленин, и он четко видно. Аэрофотоснимка видно со спутников. Основной лесной массив создан культурами деревьями, точнее сосны. А на фоне этой сосны березами высажено слово Ленин. То есть сосна она свечно-зеленая, она никогда не меняет свой цвет, так сказать, иголки не подавит, все время зеленая. А береза, когда осенью уже, она желтеет и, соответственно, зиму листья сбрасывает, и эта надпись очень четко видна. Вот это мы сейчас с вами находимся на заглавной букве, на букве Л. Вот это одна вот буква, большая буква, это буква Л. Ее длина около 200 метров, ширина около 50. С 2020 года вот этому вот участку присвоен статус биологического памятника природы и местного значения. То есть мы, наоборот, чтим память. У нас саждение уже сформировалось, как такого ухода тут уже не требуется. Только мы убираем сухостойные, буреломные деревья, убираем, ну и уборка мусора. Этот лес пользуется большой популярностью среди местного населения, городского населения. Сюда приходят за грибами, грибы тут растут. Сами собираем, так же и сами собираем грибы. В белорусских лесах обитают такие животные, как кабан, косуля, лось, олень. При встрече с дикими животными никуда не надо залазить, потому что нужно вести себя абсолютно спокойно, и никто никого не тронет. Не трогай ты никого, и тебя никто не затронет. В этом лесу особо диких животных нет, но зайцы здесь встречаются. Конечно, встречался с почти всех лесных жителей, диких животных, встречался и общался неформально. На момент создания вот этого леса, так называемого нашего Ленинского, тут было чистое поле. Тут не было ничего. Ближлежащая деревня Лясковичи, ну и город Иваново, вот они вдвоем примыкают сюда. Это было сельскохозяйственные земли, сельскохозяйственные поля. На данный же момент развился частный сектор, расстроился в деревне Лясковичи, автозаправка построилась. Новый микрорайон, вот в городе буквально за дорогой, микрорайон восточный, спортивный комплекс. Поэтому инфраструктура развивается у нас, все хорошо. У нас, как и у мастера, и у лесников, и у всех работников леса, так сказать, работы хватает круглый год. Вот буквально сейчас недавно, с 1 декабря начался сезон заготовки лесцеменного сырья. То есть, сказать проще, сбора шишек. Сейчас мы начали собирать шишки для того, чтобы в будущем получить из них семена, посеять и сеянцев уже вырастить вот такой прекрасный лес. По приходу весны, опять же, мы начнем высаживать лес, дополнять его. Летом проводим уходы за посадками. Ну и заготовка. Заготовка ведется у нас круглый год, что лесом, что зимой, что осенью. Готовим древесину, реализуем ее предприятием. В моем подчинении 3 лесника и около 3,5 гектаров леса. Ну, наш рабочий день, как и обычно, как у всех, начинается с 8 утра и до 5 вечера. Но летом наш день, можно сказать, не совсем обычный, потому что жарко, охрана от пожаров, и поэтому мы все время на связи. Дежурство, пожароопасный период, выходные дни, поэтому наш рабочий день может немножко задерживаться в случае лесного пожара. Здесь все самые принципиальные, пожарная машина, пожарная бригада, на выезд, все, приступаем к тушению. Сейчас очень серьезно наше министерство, наше руководство к этому всему относится, приобрели новый пожарный автомобиль. Но специфика работы в чем поменялась? Раньше все наши лесохозяйственные работы в основном производились при помощи ручного труда, а сейчас все сводится к минимуму. Мы закупили хорвестера, и заготовка производится хорвестерами, то есть ручной труд вальщиков минимизирован. Весной труд интересен и молодым, мы рады. Еще молодым специалистам, если такие будут, рады принять. Работы очень много, очень интересно, и так в двух словах, так быстро, и не расскажешь об этом всем. Редактор субтитров А.Семкин